здравствуйте друзья вопрос прочитал я на канале на нашем на форуме там где вопросы задают как это говорит вам удается в разных ситуациях из любыми разными людьми значит сохранять спокойствие выдержку там это я думаю это неужели это про меня такое написали вот то есть я как бы не замечал что мне удается сохранять спокойствие это выдержку там и еще что-то с разными людьми и в разных ситуациях но тут есть как бы две вещи значит первая вещь состоит в том что с возрастом с жизненным опытом с как сказать с практикой я стал поспокойнее по выдержанию и был я такой же нервный дерганый и так далее как всякий советский человек и собственно я почти каждый день вот когда у нас тут свои разговоры происходят с людьми которые здесь живут здесь работают вот у меня сегодня был разговор с менеджером из большой компании у которых по всему миру там у них аутсорсинг в частности у них девелоперы программисты работают москетом какое-то количество и она снимет имеет дело и речь шла на самом деле о санкциях и как они проявляются вот в частности на том что они имеют вот эти операции в россии и сейчас как бы это на определенном уровне уже становится сложным там не политкорректным опасным потому что вдруг какое-то обострение санкции ты теряешь как бы возможность там заниматься разработкой и так далее то есть там много аспектов и между делом так говорят ты знаешь вот вроде грамотные ребята мы тебе много лет работаем там но вот общаться невозможно они абсолютно все что угодно воспринимают как наезд они очень резко реагируют когда им что-то говорят то есть вот как бы градус что ли повыше так существенно чего скажем люди здесь которые там говорят что-то по работе ну по работе даже не то что лично его кто-то там наехал и там обвинил чем-то надо поправить там ошибку ну хорошо пошел и поправил поэтому у нас там уровень нервозности был больше я могу это сказать не только по себе но и по людям которых я знаю приехав сюда мы конечно потихонечку так становится более благостными такими ну это кроме того что с возрастом вообще как-то люди становятся более спокойно теперь все-таки приобретая какой-то жизненный опыт и плюс имея кнопку модераторской то все-таки не то же самое что ты приходишь в другое место и у кого-то там кнопка то есть ты приходишь и ты либо принимаешь вот те правила которые там есть либо не принимаешь те правила которые там есть тебе может быть не все нравится но ты в целом как бы говоришь но хорошо мне вот это это не нравится но те преимущества которые там есть как бы ладно я уже там потерплю допустим или там не буду высовываться или там еще когда у тебя кнопка есть то ты как бы сам создаешь в эту среду поэтому запретить смотреть ты не можешь но запретить высказываться можешь поэтому мне как бы намного проще в этом смысле то есть я вижу аудиторию для которой мне хочется что-то делать и есть аудитории для которой мне не хочется делать но собственно они не только даже смотрят сколько там придут какой-нибудь гадость напишут вы даже не не представляете сколько всего я каждый день практически вычищаю там но но все-таки значит наличие кнопки позволяет создавать тот ту среду в которой тебе комфортабельно скажем знаете есть такой анекдот история это анекдот это реальная история как значит рокфеллеру приятель инвестор говорит что спать по ночам не могу вот риск большой там положил деньги туда-сюда и вот мучаюсь волнуюсь кто-то мы когда ты переложил более безопасный инвест инвестиции только то куда год ну какие угодно об ту за sleeping point то есть да 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 точки сна понизь риск то же самое у меня я как бы уровнем модерации я до точки не не возбуждения как бы это опускаю и все мне проще чё же я вот чему я научился вот в процессе того что я вот блогером как бы стал вот два с половиной года как раз я этим занимаюсь я научился почти безошибочно определять людей с которыми я разговаривать не стану и ну это знаете как это не сто процентов ну девяносто там пять то есть практически каждый раз когда я говорю себе ну я могу там допустим ответить я не знаю то есть или да или нет ну вот девятнадцать случаев из двадцати там то есть подозрение оправдываются то есть есть какие-то признаки когда ты видишь что человек пришел чтобы там создать конфликтную ситуацию или вроде у него так казалось бы безобидный вопрос но он так подается что ты понимаешь что если ему ответить то он значит дальше там опять что такое произойдет отвечать человеку как бы на его уровне смысла нет вообще не отвечать можно вообще не отвечать но тут зависит что конкретно написано потому что можно не отвечать я могу я могу и не читать вот если вот столько будет написано и читать не стану не потому что ну просто и времени нет но если я не отвечаю допустим но начинают подтягиваться знаете как источник кристаллизации на него начинает кристалличек начинает нарастать переходят другие люди сразу на не видит свою точку и начинается вокруг нее какая-то бодяга значит я беру там целиком ветку там эту и убираю бывает что я что-то скажу там еще кто-то сказал как это ветка построить я вместе со своим убираю мне мне не жалко что я там говорю хотя иногда бывает что не скажешь хорош такое разумное но все равно уберешь потому что там люди набегают еще одна вещь которую ты понимаешь когда вот этим всем занимаешься и которую ну принимаешь в итоге это становится более спокойным когда ты принял что-то она тебя не раздражает это то что абсолютно не важно что ты сказал и что ты при этом имел в виду и это все не важно потому что что бы ты не сказал и что бы ты при этом не имел в виду и как бы четко ты не выразил свою мысль там и так далее всегда придет кто-то кто поймет тебя не так и и обвинить тебя в том что ты что-то сделал причем специально сделал это вообще нехорошие там или я не знаю ну это не неизбежно чем больше народу тебя видят слышат тем больше будет случаев что таких что тебя обвинят в чем-то что ты даже представить себе не можешь вот допустим вот на днях да там я говорю что у человека низкий интеллектуальный уровень потому что когда ему говорят что вот посмотри вот на это на это на это он в ответ говорит и предатель там и так далее но если человек не может аргументировать так он не может ну а чё же но это это некоторый признак интеллекта действительно культуры интеллекта это вроде тривиальная мысль которая нужна чё там и мне сразу несколько человек начинает говорить что я называю его значит человеком низкой культуры потому что его мнение с моим расходят вот уж действительно и что тут сказать имеющие уши да услышит имеющие глаза да увидит там и так далее но мы все разные и имеющие уши слышат разные вещи в одном и том же первый раз я столкнулся с этим когда был еще молодым парнем совсем мне было лет там 26-27 и я занимался разработкой методов быстрого обучения машинописи тапингу как мы сейчас говорим кейбордингом ну и в москве раз по-моему это раз в год было или раз два года я сейчас не помню была такая организация называлась российское педагогическое общество как бы ссср отдельно а россия вот как бы внутри в принципе в россии было очень мало таких российских министерств или организаций а как-то больше вот союзные такие всесоюзные они были одновременно как бы и российские заодно была организация российское педагогическое общество который и там была секция стенографии и машинописи эта секция то ли раз в год то ли раз два года производила такую конференцию приезжала так 350-400 человек педагогов со всей страны и они там значит заседали и меня позвали пригласили прочитать ли ну такое сообщение сделать там минут на 20 на 30 о тенденциях о перспективах что-то такое от науки как бы потому что я работал в отраслевом НИИ в системе госпрофтех образования профессионально-технического образования государственного комитета по профессионально-техническому образованию молодежь и вот мы так отраслевая наука и вот мол расскажите и я хочу сказать первый раз я столкнулся с тем что вот сидела в зале 400 человек я вам скажу так что половина из них они слушают внимательно половина из них вообще не понимает что ты говоришь ну то есть вообще и они говорят тебе тоже я не понял ничего что 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 вы сказали а вторая половина говорит что тебя поняла но не поняла тоже ничего то есть когда ты доходишь до того что что собственно что они поняли он говорит ой говорит Михаил Петрович вы такое интересное тут упражнение предложили мы вот у себя в ПТУ сейчас его внедряем вот материалы я вам привез показать смотришь и говоришь а какое упражнение он что-то такое увидел он что-то такое свое там ну придумал додумал и так далее мыслях не было и соответственно там никакого эффекта там быть с этого не может там ни с чего но почему я говорю что половина людей вообще не поймут а вторая половина поймут привратно и вот я тогда столкнулся с этим это было очень интересно и неожиданно потому что вроде ты рассказываешь о вещах которые знаешь рассказываешь вроде простым языком я такой не ученый такой классический я популяризатор я как бы так по простому объясняю ну и все мне очень часто говорили что я так хорошо объясняю в институте связи я когда учился ну там девчонки они вот у нас было в группе 6 мальчиков на 25 человек и вот я всем девчонкам там считал эти курсовые там с этими линейками логарифмическими если кто знает о чем речь и объяснял они горе бой как хорошо то есть я знаю что как бы ну объясняю хорошо мне всегда это говорили и тут ты это говоришь и так по простому и с любовью и со всеми делами оборота и когда ты это понимаешь и когда ты это принимаешь потому что если ты это не принимаешь ты не можешь никакого такого блогинга дел вот тогда ты говоришь ну хорошо значит тебя неправильно поймут тебя в чем-то обвинят есть еще одна категория проблем таких которые надо принять это проблемы из категории знаете от любви до ненависти один шаг то есть приходит какие-то люди случайно где-то они налетели там ссылочку увидели пришли бах и что-то они услышали и у них вот клик произошел он говорит о потом они посмотрели еще пару сюжетов и они говорят вот и знаете такой восторг обычно это женщина наверное я не знаю и они в восторге они говорят боже там наконец-то вот тот самый и я всегда боюсь знаете у меня внутренне я напрягаюсь когда какие-то особенные такие восторги то есть с одной стороны оно как бы приятно с другой стороны когда это чересчур ты начинаешь бояться почему начинаешь бояться потому что есть уже опыт опыт этот состоит в том что люди которые чересчур такие они возбужденные по поводу того какой ты хороший они имеют склонность в тот момент когда что-то им не понравилось из того что ты говоришь тебя уже не воспринимает как ну просто человека вот такого как вот все вот мы едем в троллейбусе вот мы все люди да нет вот ты уже не в троллейбусе ты уже какой-то такой я не знаю какой медийный что ли там какую-то легенду то есть медийным людям легенду сочиняют профессионалы значит а нам легенду сочиняют тех кто смотрит а не какую-то легенду какой-то образ такой идеальный создается и когда происходит какой-то диссонанс диссонанс может произойти на самой неожиданной почве но как бы самые простые диссонансы это допустим политические да вот там один говорит надо там мочить а другой что не надо мочить вот уже сразу диссонанс диссонанс может подникнуть на почве вот допустим человек приходит и как про какого-то блогера или там про какого-то человека который у нас на канале выступает начинает гадости говорить и я говорю что ну у нас не положено говорить гадости про гостей потому что иначе гостей не соберешь Других Никому не нравится, когда про него гадости говорят И так далее Как вы могли Кто-то начинает говорить Я вас разочаровалась, потому что вы пригласили Ольгу Брукман Кто-то разочаровался, потому что там Наталья Квик Кто-то разочаровался, потому что обе Кто-то, потому что мы шмоточники и ходим по магазинам Кто-то, потому что он хотел, чтобы я его поддержал А я его не поддержал Кто-то, потому что он, я не знаю где Но ему виднее, написал какой-то вопрос А я не отвечал на этот вопрос И тем самым, значит, показал себя непорядочно И там еще что-то Я не видел того вопроса, господи Мне не жалко Я ведь на самом деле вопрос, когда вижу Я не воспринимаю его, вот то, что называется Face value этого вопроса Я пытаюсь увидеть в нем то, что могло быть интересно другим людям Потому что бывает такой вопрос И сказать-то нечего Бывает такой вопрос, что месяц пройдет, пока наконец ты говоришь Вот как надо подать этот вопрос Есть такие как бы хохмочки Вот когда евреи говорят, что рабай, раввин Он никогда не говорит человеку, который с вопросом приходит Он ему никогда не скажет, ну что за глупый вопрос Ну какую ерунду ты спрашиваешь Когда приходит человек с абсолютно любым самым дебильным и идиотским вопросом Рабай, раввин, говорит ему Это хороший вопрос Почему хороший вопрос? Потому что у раввина теперь есть возможность поговорить О чем поговорить? О вечном О том, что он все время об этом говорит Ну как бы в разных проекциях и так далее Вот я себя чувствую таким раввином Задали вопрос И вот на большинство вопросов напрямую ответить невозможно Ну как бы нет драйва, нет интереса Понимаешь, что это никому не интересно Или там очень малой группе людей Редко бывает такой вопрос Знаете, философски сразу всех там зацепляет Цепляет И так далее И вдруг в какой-то момент открывается перспектива Понимаете? И тогда вдруг открывается и ты рассказываешь Поэтому я на любой вопрос с удовольствием отвечу Ну в том виде, в каком я может быть его переформулирую Или там переосмысливаю Ну извиняйте Значит может быть это не прямой такой ответ Меня часто тоже обвиняют Что вот спросили Вот один идиотизм лучше Или другой идиотизм лучше Я вместо того, чтобы сказать Что вот этот идиотизм лучше Или тот идиотизм лучше Я плохо поступаю Я начинаю куда-то идти Что-то раскрывать Показывать с разных сторон И показывать, как подойти к решению проблемы И мне говорят Вот, там 20 минут говорил Так и не ответил на вопрос Ну, что тут скажешь? Ну хорошо Слава богу, никто не отписывается на вопросах Там типа На темах там скажем Такой сотовый телефон Или сякой сотовый телефон Или там такую память поставить Или сякую память Там размеры монитора Или там софтвор для обработки видео То есть там мнений много Никто еще не отписался От того, что там штукатурка была Там такой марки или сякой Вот, хотя там тоже очень оживленные дискуссии идут И там Ну не суть В общем Что я хочу сказать Безусловно, привычка Безусловно, привычка Чего-то такое Создает качество новое Когда ты перестаешь просто реагировать на вещи На которые раньше бы ты реагировал Вот, собственно, и все Ну, чем больше вот это проходит То же самое вот интервью, например Человек идет на первое интервью Я не хочу сказать, что Каждый будет мандражировать Есть люди, которые им пофигу идут Вот и все Но в основном мандражирует Но если ты 10 интервью прошел Это же не то же самое, что одно Понимаете? Я вот иногда рассказываю, что Девушка пришла, я ее резюме делал Молодая, ну, может, ей лет 30 было 32 максимум И я ее резюме делал И симпатичная такая, бойкая И говорит, вот завтра замуж выхожу Я говорю, ой, ласты Я очень такой, знаете, семейственный Мне очень нравится Детки, замуж Я очень люблю вот когда такой И я говорю, ой, поздравляю А, да ладно, говорит, четвертый раз уже Что там Понимаете, нет того эмоционального накала Наверное, я подозреваю, что Когда она первый раз выходила замуж Наверное, это было гораздо более Эмоциональным событием А так, через повторение Так, вроде уже и накала нет Я думаю, что абсолютно любое действие Если его долго практиковать Оно как бы совершенно по-другому идет Посмотрите, например, вот Медовый месяц, да? Вот, молодые там Поехали куда-то Я уже не говорю о том, что Многие за этот месяц разведутся Но я говорю о том, что Острота чувств Ощущений, восприятий Эмоций Какой-то первый слой куда-то уходит На его место второй какой-то приходит Третий, пятый, десятый Я вот, как человек, который уже в этом году 40 лет женат Я могу сказать, что Очень много Разных Качественных переходов Вот мы видели в наших отношениях Там и так далее Потому что Что сейчас осталось от того, что там было 18-19 лет? Ну, наверное, что-то мы Считаем, что осталось много Но тем не менее Меняется Нет детей Есть дети Выросли дети Появились внуки Это же все Разные отношения Разный уровень ответственности Там Интересов Совпадений Несовпадений Работа Мы же еще работаем Ну, вместе Это тоже какой-то слой такой Поэтому Когда делаешь одно и то же Много раз И, конечно, уже нет такого Напряжения Когда мне первый раз Допустим Плюнули в душу Так обидно Но, допустим Когда уже Через тебя прошли тысячи человек Вы знаете Было трое И один плюнул в душу Только у тебя 33% Оплеванности А когда прошло тысячу человек И только 100 плюнули Знаете, 100 человек К тебя плюнули Но Так это только 10% Ты говоришь Господи Так что такое 10% Это ерунда Поэтому ты Перестаешь так Относиться Было время Каждый человек Каждый студент Который приходил Вот когда мы только начинали И я за каждым гонялся Чтобы он уже пошел Вот же его резюме Что же он не рассылается И я гонялся за ними Потому что я хотел Каждому Чтобы он дошел до конца А сейчас вот Я там видео делал О том Где посмотреть Статистику Трудоустройства Вопускников На все школы Калифорнии есть Вот там в одном месте Лежит на абсолютно все школы Там такой спрятшит И ты название школы дал И вот они все там Так Там что-то у нас там 82% И Я думаю С одной стороны Все говорят Ты что 82% Это вообще Ты что С другой стороны Мы все-таки 18% Ты где Это что же люди Пришло тысяча человек А 180 Ты где И раньше я гонялся И А сейчас я не гоняюсь Ну Ну куда гоняться Есть вот те 820 Которым надо помогать А есть еще 180 За которым надо гоняться Ну что же Нет сил уже гоняться Уже меньше переживаешь Думаешь Ну да Это неизбежно Когда ты понимаешь Неизбежность Значит Значит Неизбежно Ой Я могу сказать Что вообще С возрастом Меняется отношение К К детям К женщинам К успеху в жизни К К Деньгам К карьере Ну Ну абсолютно Ко всему Потихонечку Поэтому Ты начинаешь Как бы Переходить К сути И вот Можно Например Обидеться Да И сказать Все Вот я Плюнул на этот канал И вот меня Тут обидели Меня там Обидели Все Вот я больше Этим не занимаюсь То есть Если мы например Взяли бы Как концепт Гипотезу Что допустим Ира Мамсын Вот ее Обидели Там на нее Наехали В лучших чувствах И она там Оставила свои 8 тысяч подписчиков Я не знаю Я думаю Что может быть Там другая причина Она в порядке Вот ребята говорят А как Она в порядке То есть С ней Оля Брукман Поговорила по телефону И Наташа Квик С ней говорила по телефону Если я только Переписался Двумя словами Вот Вот она в порядке Но Если это причина Например То ты спрашиваешь Себя Ну хорошо Ну вот там есть Какие-то люди Которые там Меня обижали Но есть еще Там допустим 7800 людей Которые ждут Что ты придешь Они ждут Каждое твое видео Они смотрят тебя Я на самом деле Даже близко Не имею Такого успеха Вот как И Наташа И Оля И та же Ира Мамсын То есть У них каждое видео Смотрит намного Больше людей Чем у меня То есть у меня Трафик большой Я грех жаловаться У меня Миллион 200 тысяч Просмотров за месяц Я не жалуюсь Но я хочу сказать Что у меня Чтобы 15-20 тысяч Человек Посмотрели одно видео Это одно видео На сотню У них-то каждая так Понимаете Поэтому Ну у меня их много Я понимаю Там сил нет Конечно Это все Более выборочно Но ты думаешь Про этих людей Ты думаешь Смотри Вот я бы сейчас Сделал видео 15 тысяч просмотров 15 тысяч человек Пришли бы посмотреть Неужели я Из-за этих 15 тысяч Да Которые хотели посмотреть Я Вот там есть Там несколько Так забанил их И пошел дальше Они тебе больше Ничего не напишут Это просто все делается Так что А я кстати помню Ира когда Приезжала ко мне И вот в офисе у меня была И я ее спрашивал Как раз Вот про это Вот забанить И так далее И она так говорит Ой, я очень люблю Моих тролльчиков Там вот они там Ходят там Гадости ей пишут Я очень люблю Моих тролльчиков Да банить их надо И все Потому что Вот так ты их любишь Ну в смысле Толерантно относишь Да, терпимо А потом бах И И все Поэтому Может быть это тоже У нее какой-то такой опыт Будет И она Дальше Будет менее Толерантна Но Я на самом деле По форумам Где-нибудь Года С 98 Вот так То есть уже много Ну там 17 лет И я видел Очень-очень много Таких вот ситуаций Плюс у нас в школе Вы знаете Я писал об этом Но я на словах скажу Что Есть люди негативные Которые чужую энергию вампирят И вот они Если в группе такой один То ничего А если вот в группе таких Например 2-3 Полгруппы работу искать не будут Они вот своим негативом Просто всем портят настроение И так далее Я когда-то был Гораздо более толерантный Толерантным Был более толерантным К Проявлением Вот этого Негативизма Но я хочу сказать Что это Не безобидная штука Я видел судьбы Искалеченные Толерантностью К негативизму Поэтому Так много сил уходит На то Чтобы создать что-то Что Я Я не сторонник того Чтобы давать шансы Людям Чья Так сказать Функция разрушения Чтобы создавать для них Какие-то возможности Opportunity Вот на нашем канале нет А пусть идет куда-то Вот есть там Первый канал Там у них может И так далее Почему нет Вот там же специально Место там Пусть там работают Там Там их поймут Или так скажем Там они нужнее И вот Возвращаясь к изначальному вопросу О толерантности Терпимости И так далее Я конечно Не узнаю себя В этом описании Это не мой образ Там сильно толерантный Какой-то человек Хотя конечно Бывает что я Профессионально Я могу Как бы Ну Конечно И с детками бывает Ты там Ну как сказать Есть люди С которыми ты понимаешь Что надо Проще И чем сложнее Как бы Аудитория бывает Или там Конкретный человек Тем Больше ты Так Значит Его Как сказать Обхаживаешь В каком-то таком Более лучезарном Таком формате Но это Это минус большой То есть Если человек Находится в этом состоянии Что с ним вот так надо Это проблемный человек У меня Была студентка Одна Пошла На интервью Давно было дело Году в 95 96 А тогда много было Только приехавших Таких совсем Вот из другого мира людей И женщина лет 40 с копейкой Еще по-английски Плохо говорила Только приехала И она приходит С интервью И говорит Миша Говорит Меня берут Я говорю А что тебе Офер дали Она говорит Нет Говорит Ну я знаю Меня берут Уже все понятно Я говорю А что Она говорит Ну ты понимаешь Говорит Вот там есть Отдел там Тестирования Там человек 10 Их было Они все Они все вместе Со мной Они меня проводили До двери Потом мы все вместе Вышли на улицу Пошли все вместе На паркинг-лот Я села в машину И вот я уезжала С этого паркинг-лота И они мне все Махали рукой Я думаю Боже Я себе представил Обычно Дальше двери Входной Не провожают Бывает что И до двери Не проводят Но уж так А то что С ней вместе Толпа народу Дошла до паркинг-лота И все ей махали рукой Это Я думаю Наверное Они боялись Как бы Какая-нибудь Страховая ответственность Там не наступила Знаете Чтоб человек Если уж совсем Такой Чтобы уже Так он Безопасно Так вот Покинул территорию И уже Чтобы вздохнуть Спокойно Поэтому Легкомысленную Там вот Не то что привел А на канал Поместил Вот Поэтому Привыкаешь Привыкаешь И немножко закаляешься Немножко слоновости Такое появляется Но В общем-то Это конечно Не мой образ Был описан Так что Я конечно признателен И мне приятно Что Извне Такое впечатление Складывается Но я как бы Внутренне Не могу принять Такое Определение Поскольку я знаю Что это не я И у меня к себе Большие претензии По этой части Так что я Работаю над этим Счастливо